Вы все исполняли сокровища благих и жизни подателю, прикинулись и обменяясь в тему всяких верных. И спасибо вас за души наша, Святой Божией, Святой Крепкой, Святой Бессмертной, и вовремя. Спасибо. Моримся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Аминь. Аминь. Сегодня и трапеза, мне говорят, какой сегодня день сегодня, так и просе не было. Я создавал с сайта участия 1-го воскресенья февраля. Да, 1-го воскресенья февраля, а в коридоре написано этот день. Ну, принято, что каждое воскресенье, каждого года февраля разные даты на этот день не подают. Мы отмечаем день создания сайта, ну, вообще всех ресурсов, то есть узнать, значит, что есть. Сайт к истинному православию, форум, YouTube-канал, это самый популярный теперь, как сказать так, ну, Майл.ру, у него там раньше ролики, сейчас он ролики на Майл.ру не стал выставлять, теперь все свежие ролики только на YouTube-канале, потому что это все долго, были как очень много. Сегодня остается последняя неделя до начала уже, так скажем, вступления в пост, потому что масленица, не масленица, называется сырная неделя, да, мясопустная неделя или сырная, уже со следующей, не вот которая будет, а через одну будет сырная неделя. Это уже неделя вступления в пост, так сказать, постепенного отречения от обычной пищи, понятно? Вот. И не путайте вот эту сырную неделю, мясопустную неделю с той масленицей, которая была еще дохристианская, в дохристианские времена, когда делалась масленица, справляли это весной, когда делали чучело масленицы, в чем еще ж выменить? Делали чучело масленицы, водили вокруг нее хороводы, потом ее сжигали, считали, что это проводы зимы делаются, делали это вот уже в последних месяцах зимы, в начале весны, там в марте. И до сих пор это показывают по рекламе. Да, и до сих пор люди это справляют. Действительно, абсолютно языческий праздник, сожжение вот этого чучела. Это все кулачные бои проводились, радовали, широкая, там такая она масленица. С христианской масленицей, которая введена была как сырная или мясопустная неделя, никакого тут... Это совершенно разные две вещи. Все это соединили, и некоторые разницы не понимают. Думают, что сжечь масленицу, это значит вот что-то православное. Это вообще не православное, это антиправославное даже. Православным в этом даже участвовать нельзя, если вот вы православный, истинный православный, даже вот рядом стоять нельзя. Это нехорошо. А масленицу справлять, нашу православную, по православным правилам, конечно мы ее соблюдаем отмечаем все как положено наши масленица имеется ввиду сырная мясопустная неделя когда да и это неделя называется неделя есть до длины неделя о страшном суде представляете какая страшная неделя о суде божьим думают то тут какие-то гуляния пляски кулачные бои совсем другое поэтому не путайте раз навсегда запомните если кто-то спросит ты масленики пойдешь отмечать ты скажи ну что вы имеете ввиду под масленицей конечно мы ее тоже называем масленицей уже так привыкли но у нас правильнее было сказать мясо пустная сырная неделя запомнили мясо пусто пусто мясо что пусто мясо вот все ешь кроме мяса то есть можно молочные и яичные сыр рыбу даже можно икру но нет курица то не мясо нет курица мясо курицу уже нельзя все если еще икра там допускается то это уже 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 мясо это не рыба да а блинчики конечно есть можно блинчики яйца все так прошла у нас неделя мытаря фарисея позеваем вроде закрывай а сейчас у нас будет неделя а в лунном сыне и сегодня в храме будет читаться евангелие я читаю потом ты будешь толковать читаем внимательно все мы эту историю с вами уже читали ее поведал христос в евангелии от луки 15 глава с 11 стиха читаем еще сказал у некоторого человека было два сына и сказал младший из них отцу очень дай мне следующую мне часть имения и отец разделил имение по прошествии многих дней младший сын собрав все пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое живя распутно расточил это значит растратил потратил вот все то есть допустим у них было имение он примерно оценили его 100000 каких-то там монет примерно нас два сына но кому он этот человек оставит это имение естественно он уже пожилой человек он умрет и это достанется сыновьям каждому значит достанется по 50 тысяч да ну так как хотел получить все раньше до того как он умрет и он говорит я хочу получить свою половину здесь указано быстро может быть он долго ходил может быть он упрашивал отдай мне это же все равно будет мое я хочу жить отдельно не хочу тут у тебя на ферме отработать я свое создал у меня будет свое или там сам распоряжусь своими средствами но отец посмотрел посчитал может быть что-то пришлось там продать чтобы ровно половина то было вот то что ему полагается набрал ему этих денег собрал все свои сбережения со счета в банке снял и отдает ему эту половину наверное это было много денег раз у него он был достаточно богатый человек как мы понимаем у него были слуги было имение был 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 скот поля это все мы из евангелия узнаем и значит это был далеко далеко не бедный человек всего двое детей значит ему огромная доля достается представляете многими годами десятилетиями созданная трудом и вот он получает эти деньги и идет он ничего не покупает другую ферму где будет вот только моя ферма с братом ничего не будет только сам буду на себя работать нет он это расточает то есть растрачивает какие-то увеселения гулянки участвует человеку например дать наше время да сказал бы вот мы богатая семья дай мне половину ну все дают ему половину что так ну сначала я съезжу отдохнуть поеду там отдохнуть куплю себе путевку но не куда-нибудь там в турцию куршавель поеду да сразу хоп там а там сразу друзья он стол накрывает сразу друзья нашлись да много друзей за все платит за отель заплатил за лыжи горные заплатил за самые дорогие катаются потом давайте сейчас самолет наймем поедем теперь на юг на море в горах покатались французских поедем на море отдохнем а давайте сейчас еще сделаем какой-нибудь тур экзотический там по монастырям храма проедем еще кучу денег потратили а теперь мы съедим еще вот интересно также махал посмотреть и друзья вокруг него и все но очень быстро деньги кончатся ему так кажется он огромное состояние у него еще останется там еще жить но деньги очень быстро быстро заканчиваются когда ты не докладываешь в них и не бережешь а когда только вытаскиваешь вытаскиваешь и постепенно вот как бы надо было сначала купить что нужно что нужно например новую ферму купить чтобы работать там управляющего поставить если уж останется тогда там это надо смотреть а вот что сделал на друзей жил распутно то есть он не благочестиво жил не на что-то нужное как полина сказал на нужное да а вот что сделать распутно то есть на на совершенно ненужные вещи на совершенно распутные какие-то нехорошие вещи тратил деньги да друзья и пошло-поехало и что когда же он прожил все когда уже все закончилось настал великий голод той стране то есть он ушел даже в другую страну и там настал великий голод то есть стране случился кризис дефолт голод не урожай и не то что даже вот милостыню давать людям нечем когда наступают тяжелые времена когда сытые времена то люди могут еще что-то уделять самим хватает и могут помогать уделять фонды создают помощь оказывать а когда самим нечем подать то там даже хоть 10-15 нищих будет сидеть а им никто не подает нету и что подавать ему никто не подавал что он тогда придумал пойти работать да и когда он прожил все настал великий голод в той стране и он начал нуждаться и пошел и пристал к одному из жителей той страны той а тут послал его на поля свои пасти свиней он может сказал дайте мне поесть я все умираю от голода у меня нет ничего вот был ли богатой одежды он их там на и на еду менял менял но уже и одежды нет уже остались одни тряпье а есть так хочется и работы то нету никакой и он что какому-то человеку пристал уже наверное умоляюще покормить он говорит ну вот хочешь если есть идея вот свиней паси а для евреев что такое было пасти свиней как вы думаете про соображать нечистым нечистое животное нечистое животное нельзя было ни в пищу употреблять не держать этого это нехорошая была и вот и ему пришлось идти не коров валов как у отца там овечек отец который держал этих нечистых грязных животных пасти и он пас чтобы хоть как-то прожить выжить и он рад был напомнить чрево свое чрево знаете рожками которые ели свиньи но никто не давал ему то есть свиней они пасли и кормили рожками кто значит такое рожки нет это рожки а это рожки рожки есть такое рожковое дерево на нем растут такие плоды но это не яблоки это такие рожки они там в белком или чем-то полезные я точно не помню вы дома в интернете забейте поисковик и поищите это плоды такие как орешки или как жёлуди или что-то такое и вот их собирали из этих деревьев и кормили вот свиньи например любят жёлуди вот это какие-то рожки тоже что-то типа того тогда дядя игорь приносил показывал эти рожки у него куда-то достал вот и эти рожки он бы хотел грызть эти рожки хоть именно естся хотя ну люди и свиньи их едят но и даже рожки ему никто не давал до такой степени он голодал придя же в себя что значит придя в себя то есть подумал пришел себя что такое сказал сколько наемников у отца моего кто такие наемники слуги работники не сути рабочие да рабочие наемные рабочие то есть человек приходит и говорит я буду у работать человек работает и получает за это зарплату понятно наемный рабочий зарплату сколько наемников у отца моего избычествует избыточествует хлебом а я умираю от голода вот он представил там далекой стране где живет мой отец у него столько работников и они не голодают у них вдоволь есть хлеба хлеб самое главное считается пища да хлеба довольно а я даже свинячьи рожки не могу поесть а я здесь голодаю даже учитывая что я здесь работаю и все равно этого не хватает заработанного чтобы не сыпем вы продолжает жить проголос может раз в день ест непонятно что то есть получается он вспомнил отца пришел себя задумался что же такое со мной произошло у меня богатый отец а я здесь нищенствую у него работники вдоволь едят а я встану пойду к отцу моему расскажу ему очень я согрешил против тебя и пред тобою но уже не достоин называться сыном твоим прими меня в число наемников твоих то есть он понимал что он не просто придет папа прости давай я опять буду сыном нет я скажу я недостойный я прокутил все я растратил я такой секой он признал это все одумался наконец-то пришел в себя одумался значит и говорит пойду хотя бы наемником наймусь буду работать как слуга как наемник но я буду сытым и жить рядом с отцом со своими близкими я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим прими меня в число наемников твоих стал и пошел к осу своему и когда он был еще далеко увидел его отец его и жалил и побежал пал ему на шею и целовал его я так думаю наверное варить сюда и что же было скорее всего так отец знал что сын ушел имение было большое скорее всего он эти деньги прокутил не за один месяц не за два может быть прошел год здесь не написано может прошло несколько лет что он так уже обнищала голодал и там уже весь рваный драный но отец каждый день выходил ну это мы предполагаем об этом библии написано и смотрел почему он его увидел издалека допустим что он поставил все глаза проглядел вот так вот вдаль вот смотрите вот там картина поборис может обсмотрел тому дальнееztяного и не идет ли мой сын и не идет ли мой сын и представляете издалека издалека узнал его фигуру узналngulo может быть по походке как могут быть он особенно как-то ходил замечали ли мне бывает как-то способен кто-то так вот вот так вот входит то что то ровно идет кто-то вот голову всегда вот так а кто-то так и василиy наш блаженной как то вот так воздалека сразу видно, что это не дядя Игорь идет, это вот Василий идет, да, дядя Игоря тоже не перепутать, у него особая походка. Может быть, вот он его по походке узнал издалека. А почему? Потому что он постоянно смотрел, да, смотрел на эту дорогу, а не придет ли, а не вернется. А где? Ведь ничего не слышно. Ушел куда-то далеко, никакие ни письма, ничего не приходит, никаких даже весточек нету, что с ним. Отец переживал, сердце у него болело. Я один дополню, есть такое стихотворение, Шалатовский написал такой писатель, друзья, заранее прошу прощения, быть может, не время это вспоминать. Называется книжечка в православии, она выпущена отдельно, называется «Молитва матери». Откуда блудный сын тоже та же возненавидел, даже отца, мать за их благочестие, за молитвы, за все, он сбежал из дома. Он, конечно, там, как вот здесь в притче о блудном сыне говорится, что блудную жизнь ввел, а потом возвращается уже, одумался наконец-то, и уже родители погибли, уже их похоронили, и вот он там, как он раскаялся, как возвал к Богу, прося прощения за свою жизнь прожитой, блудную. Ну, то есть, похожий вот этому блудному сыну. То есть, это, слава Богу, когда человек одумается, вот, что с ним произошло, придя в себя, пришел он в себя. Бывает, люди не приходят, а когда приходят, когда искренникают, тогда они еще больше ценят, ценят жизнь, ценят вот родительские молитвы, все, что было им дано. И ценят уже, и слезы льют. И вот отец увидел его. И что отец? Палку пошел приготовить? Ах, ты такой, секой! Где же денежки, которые я зарабатывал 50 лет, трудился на этих полях, заработал, чтобы вам, сыновьям, было что оставить? И ты все это раскутил за 2-3 года? Или как он поступил, отец? Нет. Он уже заранее, наверное, все ему простил. Тот еще даже ничего не сказать-то не успел. А он побежал и сжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Вот этого сына, который пришел весь уже в отрепьях, голодный, измученный, где-то там с винопасом работал. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою. Что значит против неба? Против Бога. Прид Богом согрешил, что я пред Богом поступил-то плохо. И пред тобою, то есть и пред людьми, и пред Богом, пред ангелами, которые на небе. Пред всеми плохо поступил. Уже не достоин называться сыном твоим. А отец, сказав рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его. И дайте перстень на руку его, и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть, и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Представляете, он пришел, он его вместо того, чтобы там поругать или еще что-то, сказал лучшую одежду, там самая дорогая какая была одежда, лучший перстень ему золотой, там может быть, бриллиантом достал, да, давай тебе на палец. Все лучшее самое. И заколоть, кого он сказал заколоть? Теленка. Какого? Откормленного теленка, специального откормленного теленка, который могли продать много денег, нет, сейчас доколем и съедим. В холодильниках-то не было, страна жаркая. Все кололи, ели, ели. То есть пир горой, пока вот не дойдет этого теленка. То есть собрать всех вокруг, наверное, там работников, домашних, родственников, чтобы все порадовали, что нашел. Почему? Потому что он радовался ему, как будто он воскрес, то есть был мертв и ожил. То есть вот не было его, он уже в мыслях, наверное, уже похоронил. Наверное, там где-нибудь в пьяной драке его зарезали, убили. Или где-то он от голода, от голода умер. Он, наверное, уже все передумал, этот отец. И вот он его увидел, вот он родной к нему вернулся. Он его прощает. Старший же сын был на поле и, возвращаясь, когда приблизились, я слышу, сейчас зачитаю, приблизился к дому, услышал пение, ликование и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат, вы пришел, и отец твой заколол откурмленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился, старший брат рассердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его, ну, сынок там, Петя, Вася, ну, заходи уже, да, там как вот, ну, не знаю, ну, я к примеру говорю, да, на наше время. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказаниям твоего, но ты никогда мне не дал и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, этот, да, то есть который и работать не хотел, и деньги взял, и растратил, и ушел, и не захотел с отцом оставаться, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откурмленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое, твое, и телята, и все, все, что у меня есть, это все твое. Он сам не был. А о том надо было радоваться, веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Понятно? Кто знает, какой вот второй смысл у этой притчи? Роль покрываем, когда позеваем? Сколько раз говорю уже? Кто знает? Я. Кто? Кого олицетворяет здесь отец вот этих двух сыновей? Кто это? Ваня. Господь. Это Господь. А сыновья это кто? Это мальчики. Да. Нет. Это? Сыновья. Сыновья это кто? Это? Ну вот если это Бог, а его сыновья кто? Иисус. Роль. Мы, люди на земле. И кто такой первый сын и второй? Старший сын это кто? Это он. Это верующий, который всегда вот родился в верующей семье, живет в верующей семье, в церковь ходит, молится и никуда не отступает. А блудный сын это кто? Это не верующий. Это который родился в верующей семье и захотел, сказал, я все, мне этого хватит. Я бы надея скажу. Договорите. Стих такой. Сын мой, зачем ушел? Дай, вернись, тебя Господь зовет. Вот этот стих тоже поется, что когда от Христа люди отходят далеко-далеко в бездну, а потом возвращаются. Возвращаются, но не все возвращаются, а есть возвращаются. Очень мало возвращаются. И Господь снова их принимает. Да. И снова их принимает. Господь их принимает. И посмотрите, с какой радостью Господь принимает. Так великое сердие Божие. Поэтому, когда кто-то от Бога отошел, вот у нас есть Таня, сестренка Полинкина, она ходила здесь в храм, сидела на воскресной школе. Полин, Таня, твоя сестренка, с Машей. А потом они что? Мы выросли, мы в храм ходить не будем. Да? И все, ушли вот в те же самые грехи, что здесь написано. Ушли в мир. Ну, это, они ушли в мир, в блуд, в грех. Что дальше? Они сказали, мы так проживем. Они осознанно сделали выбор. Но мама-то молится, все молятся. И если Таня захочет вернуться, ее примет Господь? Примет. Конечно, примет, если она захочет вернуться. Если она это сама захочет, не сила ее сюда притащить, Господь примет и говорит, ангелы на небе будут радоваться, а грешники кающимся, если грешник покается, ангелы радуются, отец радуется, и лучшую одежду ему дает. Представляете? Поэтому пока человек жив, у него есть возможность покаяться и вернуться, даже если это самый-самый блудный сын. Блудный сын – это любой, это значит только мальчик, это и девочки, и все. Люди, которые отходят от Бога, они имеют право вернуться, покаяться, и Господь их примет. Видите? Обнял его, говорит, и целовал его. Вот, закрывай, тогда позывай. Все, пойдемте, уже поют. Молодец, Местор. Песня, Местор. Господь, Господь, не будет, и не познает того места своего. Мило же Господь не от века и до века, до боящихся Его. И правды Его на сыне, сынок, хранящий завет Его, и помнящих заповедей утворить ее, Господь на небе сел, готовый престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа вся, кирил его, сильной крепостью творящая злой его, услышите глаз, славеясь, его, благословите Господа все силы его, слуги его, творящие волю его, благословите Господа все дела его, на всяком месте владычества его, слава, отцу и сыну и святому духу, и ныне и приспои во веки веков. Аминь. Благослови, душевная Господа, и вся внутренняя моя, имя святое и Бог, благослови мне все, Господи. Пойди, пойди, по именам Господу помолимся. Господи помилуй, Боже, твоею благодатью, Господи помилуй, и благослови мне все благословенную, благослови нам, и Богородицу, при саде, умоли со всеми святыми, помянувши сами себе, друг друга весь живот наш, кресту Богу, преодаде. Тебе, Господи, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok